А вы не забыли приобрести книги серии Забытые руины? Друзья, поддержите проект, заходите на сайт Мы прошли там, где сейчас нельзя, а раньше было можно. Вот Леша идет среди мегалитов, ребят. Снимаю тихо, потому что, ну чтобы не спалиться, нельзя не зайти, потому что реально такая круть. Вы видите, размер, это еще один блок, который треснул. Вот они как попадали, так и не остались. Какие грани четкие. Какие глыбы. Какие глыбы, Леша. Какие глыбы. Ох ты. Скользкая, то есть, а я тебе говорю, она шлифованная. Надо сразу тех, кто говорит, что это ручная работа, по таким камушкам гонять, чтобы они видели, насколько они шлифованные. Ой господи. Реальные грани, грани подгонки. Ох, знаете, прям стыдно было, как сюда не залезть-то. Ого. Ого. Святая святых. Это сверху в черепице, да? Какая прохлада. Какая прохлада в дереве. Настроение какое-то. Просто удивительно. И там переходы еще внутренние, я так понимаю, во все стороны идущие. Мы сейчас пролезем, наверное, тоже не имеешься. Вот они грани супер крутые. Вот они ровные. Мы сейчас не полезем, потому что мы в поле зрения можем попасть. Хорошо. Мы не будем рисковать в поле зрения, нам не надо может тут походить. Да, слушай, ну, я предлагаю тогда выбираться. Сейчас мы выберемся тем же путем и зайдем в этот храм еще с другой стороны. Хорошо. Вот. Мы его весь сегодня обладаем. Трехметровая у нас такая вот центральная вообще дверь. Да, дверь, конечно. А ты как взял? Мы видим, где она заканчивается. Ну, я мерил предыдущие, они 2,70. А поскольку их много, в целом стандарт, эти сооружения стандартные по каким-то пунктам. То есть вопрос ступеней 43 сантиметра, глубина 32 сантиметра. Вот. То есть я это изучил уже измерениями множество. А это же все реально соотносимые вещи. Да. Ну вот, скажите нам, что это не древняя. Да не. Скажут, Леш. Только те, кто это говорит, надо сразу по вот этим гладким поверхностям посылать, прыгать. Чтобы они понимали, насколько это все у нас. Реально очень опасно. Я вам не клянусь. Скользко-скользко. Как лед. Как лед. Как лед абсолютно. Столько оно отшлифовано. Супер. Ютуб-канал Забытые Ирыны. Ютуб-канал Мирноблюдечки. Из сокровенного. Теперь уже когда-то, Леш, было доступно, да? То есть это не было столь закрыто еще десятилетие назад. Да. Ну да, 10 лет назад еще здесь везде можно было ползать. Понятно. Даже по крышам. Даже по крышам. Что сейчас стало. Вскоре, через 10 лет нас за 30 метров, как в саванне диких животных, будут подпускать к таким сооружениям. Пока, друзья. Движемся у громоздкой кучи из мегалитов, подчеркиваю, с прекрасными проработанными гранями. Вот линии там даже видны каких-то стыковок. Плоскости очень хорошо видны. Вот здесь солнцем освещены. И когда начинает кто-то придумывать и говорить, да это ручная работа, или они вообще не соотносят объем этих сооружений. Вот эти идеальнейшие грани, правда, шлифованные великолепно грани, они у нас не полированы, но отшлифованы. И... Сори, сори, сори. Да, так это мы разбегались здесь с людьми. Вот специально показываю размер людей и размер губ. И это считается у нас центральной башней, которая рухнула от землетрясений, хотя рядом все достаточно целое и особо ничего не рухнуло. Ух ты! Вот, поближе можно посмотреть. Ну, это все, что я встречаю в античном мире. Действительно, есть некоторая погрешность, ну, некоторая погрешность. Эрозия какая-то наблюдается. Но в целом, Леш, очень сложные формы. Все это без растворные. Ого, вот это мегалитище! Ты посмотри! Смотри! Он еще там облом, он это... Смотри, там еще висит. Оооо, он рухнул, рухнулся. Он еще и декорирован был. Да. И вот эти люди умудряются говорить, вон, какие грани, переходы. Вот. Эти люди умудряются говорить, что... Да нет, это все ручная работа. А вон, посмотри, какая подгонка. Вот на вот этом блоке. Сприближу. Может, камеру даже видно? Нет. Не очень хорошо видно. Вот тут линия к тому, что устанавливали блоки. Чуть-чуть, как всегда, подшлифовывая где-то. А вот даже вот в этих нижних элементах. Да вон везде. Вон линии прекрасно подшлифовали. Это вообще стандарт. Вот здесь, например, блок подравнивали и под него... Жалко, нельзя подойти близко, к сожалению. Но то, что здесь... Образцовые, образцовые камни. Напомню, в свое время спрашивают, что за материал это песчаник. Но когда говоришь песчаник, прям хочется, знаешь, извиняться хочется, когда говоришь песчаник. Потому что люди сразу... М-м-м, песчаник, понятно. Может быть, люди просто откроют хотя бы википедию, а не мычат в камеру. Да, да, да. Иногда открываешь и просто диву даешь. Думаешь, ну ребята, вас что, забанили везде что ли? Серьезно. Давайте без глупых вопросов, правда. Ну вот мы вам показываем все как есть, да. Дальше ничего не придумывая. Ничего не придумываем. А если человек не различает песчаник и песок, в принципе... Да, да, да. То это и дело. Очень много отверстий, вот угловой блок, в нем просто он вообще весь испощрен. Круглыми вот отверстиями, повсюду, везде. Неизвестного назначения. Неизвестного назначения, здесь до конца их не... Если бы какие-то были там втулки, наверное, бы их все равно где-то бы нашли. Ну не могли же все их выковыряли? Все-таки где-то есть, да? Я здесь нашел. Ну вообще... Ох, интриган. Слушай, ну если их не унесли, конечно. А, да, 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 да. Это запросто. То есть объяснять только землетрясением разрушения центрального сооружения комплекса мы не можем, потому что у нас прекрасные сохранности. Какие... А какие замковые камни? Над... Вот этими окнами. Это все равно окна у нас. Ой, неужели когда-нибудь... Но опять же, когда мы пойдем туда, когда они только разберут это все. Они уже никогда не разберут, отсюда же надо это увозить все. Когда они это уберут? Шикарно. Да. Мне вот эти дырочки... А, нет. Хотя вот центральная, да. Не надо, согласен. Хорошо сделать. Оригинальность высокая очень у этого места. Некоторые дырки, которые здесь в Бернуле, они высверлены. Просто если там в других храмах мы видим, в том же Анкурвате, четко видно, что прям зубилом забивали эти дырки. Ну грубо, грубо, да. Грубо, да. А здесь очень многие дырки прям сделаны почти идеально. Ну, помню, Алексей, наш эксперт по региону, по каждому, и объектов в отдельности, и всех вместе. Вот это... Вот это глыба. Ну, я прям вижу отсюда вот этот стык бы посмотреть, вот этот бы грань посмотреть, вот эту бы плоскость. Знаешь, мы недалеко, к счастью, от колонн. Вот здесь можно подойти поближе к колоннам, посмотреть их, изучить, потому что они во многих местах далеко, а там у нас крыша рухнула. Вот они, несмотря на эрозию, которую показываю, ребят, крупно. Ну вот точили, они всегда немножко индивидуальны, чуть-чуть, то есть это как бы не, ну, ручная какая-то настройка, как мне пишут специалисты по токарке, они говорят, это ручная настройка. То есть ты настраиваешь, регулируешь и двигаешь. Ручная настройка. То есть они говорят, вероятнее всего, потому что, допустим, у нас грань, наверное, здесь, здесь уже чуть выше. Да. Здесь опять чуть-чуть, но, опять же, оно вот немножко чередуется, вот если присмотреться. Ну, то есть вот прям идеальных совпадений, супер идеальных совпадений у нас нет, они все разные. Они говорят, это настройка, то есть все время настраивали, настраивали, настраивали. Но колонны выточены из цельного блока. Да. Сколько же их сломал? Вопрос-то люди задают закономерно. А сколько же, говорит, тогда их сломали, если столько сделали? Ну, то есть не можешь ты это делать без огрехов вообще. И если ты металл можешь сдать снова, но его забирают, его снова переделывают, если что-то испортил, стружку собирает там, то, как и дерево, исправить очень сложно, в камне еще сложнее. А если сломал, то как ты будешь это клеить? Грандиозное было сооружение, какое-то гигантское, судя по этим блокам. И внутри еще маленьких вокруг него, то есть сплошные какие-то вот, то, что библиотеками именуют, да? Или что это вот? Это библиотеки, да. Вот они именуют это. Мы говорим библиотеки, подразумевая совсем иное. Много раз рассказывали об этом, друзья. Каждый раз ощущение, что ты здесь уже был, потому что они похожи. Ну, прямо из Маугли лианы оплетают. Просто реально лианы овладели. Они не все деревья убирают. Не все, только те, которые наиболее опасны. Ага. Грандиозное каменное строительство. Грандиознейшее. Те, кто вообще говорят о ручной работе, о том, что да, это все делали люди, не пойми правду для кого. Это же не дворец. Здесь очень сложная структура. Но если наги здесь жили, им хорошо. Наги могут здесь жить. Ух ты. Как глубоко. Какие блоки попадали. Ну, как раз тут очень комфортно. Ух ты. Это мы на центральной получается, да? Это вот южный. Южный вход. Вот на него мы вышли. Пойдем уже отсюда. Сейчас еще крышу, крышу, крышу. До встречи на YouTube «Забытые руины». Леша нас ангажирует на более шикарные места. Вернее, если нас там не выловят. Не выловят, то да. Хорошо, договорились. Пойдем. Пойдем еще раз. 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 Еще раз.